Девушки отдыхают Всех остальных людей Потому что ты единственный человек в зале Которого не надо подсвечивать От тебя идет свет Я слепну Это уже Басков Послушай, ты уникальный человек на самом деле Вот даже сейчас ты сидишь внизу Я на сцене выступаю А ты все равно умудряешься смотреть на меня сверху Извините, что испортил вам вечер Можно не все комментировать Ребят, правда, для меня это первый раз Я в комедии первый раз Давай лучше я Я в начале специально наговорил Хороших вещей Стаса Михайлова Это профессионализм Лизнул в начале Фигач, дальше что хочешь Стас Мы все знаем твои песни Но я расскажу, кто такой Стас Михайлов На самом деле Под ваши аплодисменты Если вы не против Если честно Стас, ты уникальный человек Стас с каждым годом Выглядит лучше и лучше Посмотрите, каким Стас был в 2010 году Это если бы ИП было человеком Посмотрите, это же неизвестный родственник на любой свадьбе вообще Который без конверта пришел И вот как Стас выглядит в 2024 Та-дам Стас, как же ты похорошел при Собянине Вы понимаете, что Стас за 14 лет Помолодел на 14 лет где-то И такое ощущение, что на фото справа Сын того, кто слева Ну, а вообще Мало кто знает, как Стас одевается в своей обычной жизни Я вам покажу У меня есть фотографии Вот так Стас одевается в обычной жизни Просто брат Джигана с высшим образованием Ну неплохо Ну неплохо, отлично Классный стиль, согласитесь Да Слушайте Ну а на самом деле Ну что будем скрывать Стас, мечта миллионов женщин в этой стране И ты настолько крут, что даже выпускается постельное белье под брендом Стас Михайлов Покажите, пожалуйста Наволочки для длинной подушки На самом деле это наволочка в полный рост Стас Михайлов Цена, посмотрите, какая 2000 рублей Стас, получается За 2000 рублей абсолютно любая женщина может Мне говорили полторы Ты посмотри, кто-то нажился Блин, как же выступить сегодня, а? Посмотри, подушка стоит 2000 рублей Это получается, за 2000 рублей абсолютно любая женщина может сесть тебе на лицо, Стас Да не, включите, включите Мы включили микрофон Просто в данный момент подошел твой звукорежиссер, который сделал как обычно Да, на, 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 на Честно, если Однажды к Стасу Михайлову в гости приходил Тимур Кизяков с передачей «Пока все дома» Был такой сюжет И Стас радушно принял его в своей скромной и уютной камерной атмосфере Покажите Посмотрите Конца стола не видно, потому что он в Тверской области заканчивается Посмотрите Тимуру дали тапочки, чтобы он не испачкал дом Стаса своими бедными кизяковскими ногами. А вот, внимание, покажите фотографию, пожалуйста. Путин брал стол у Стаса, чтобы встретиться с Макроном. Слушайте, ну на самом деле мы понимаем, да, все это шутки, все это разные столы, это разные помещения. У Путина стол сильно скромнее. Да и гость говно. Не Тимур Кизяков. На самом деле в жизни, вот кто не знает, Стас очень скромный человек, но в своих клипах, Стас, ты дашь фору любому рэперу. А что там? Сейчас мы разберем все подробно, если ты не помнишь клипы. Итак... Вот это они со мной не обговаривали, сейчас посмотрим. А типа до этого, блин, обговаривали. Итак, первый клип на песню «Я буду очень тебя беречь». Смотрим. Сразу Роллс-Ройс. Я буду... Роллс-Ройс с бриллиантовыми номерами. И судя по идеальному состоянию Роллс-Ройса, песня «Я буду тебя беречь» посвящена ему. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, у Стаса нет ни одного клипа без Роллс-Ройса. Нет Роллс-Ройса, нет Стаса. Так написано в райдере у него. Ну, я считаю, что это нормально. Вообще, посмотрите, какой шикарный дом, весь в бриллиантах. Видит Бог этот дом, видит Бог. Дальше смотрим. Итак, внимание. Роллс-Ройс въезжает, закрываются ворота полностью из бриллиантов. Я думаю, ворота в рай выглядят чуть поскромнее. Я уверен, и попасть туда проще. Следующий отрывок, пожалуйста, смотрим. Итак. Выходит Стас, борода из черной икры. Стас выходит из Роллс-Ройса в пижаме из Лувра. Слушайте, вообще, откуда приехал Стас, если он в пижаме? Вы понимаете, что из спальни Стаса в дом Стаса ходит Роллс-Ройс электричка, на которую он просто доехал. Дальше смотрите. Я буду небо за тебя молить. Я считаю, ничего необычного. Красиво. Ничего необычного. Маска из бриллиантов. А чего нет? Если честно, вирус подлетает к такой маске, извиняется и улетает к нищебродам обратно. У кого-то дома мраморный пол, да? У кого-то паркет. Как вы думаете, из чего сделан пол в доме у Стаса? Предположение? Оникс? Нет. Бриллианты? Нет. Золото? Нет. Слишком просто. Итак, внимание, покажите пол в доме Стас. Из русалок! Я представляю, как режиссер это предлагал. Давайте мы нарисуем компьютерную графику, такой вот пол, а под ним нарисуем, чтобы плавали русалки. И Стас такой, зачем рисовать? Давайте просто отодвинем стол и снимем сверху. Теперь еще один небольшой отрывок. Итак. Ничего не заметили? Нет? Давайте еще раз посмотрим, пожалуйста. Ничего необычного не увидели? Давайте я еще раз покажу. Давайте последний раз покажу. Покажите последний раз. Я буду очень-очень тебя видеть. Вы понимаете, что клип настолько роскошный, что мы не замечаем салют? Там салют в углу. Все это время хреначил салют. Обычно люди смотрят на салют, а здесь салют смотрит на Стаса. Со спины. Потому что Стас и есть праздник. Стас, кстати, у тебя есть пунктик по поводу бриллиантов. И я посмотрел все твои клипы. Внимание, смотри. Вот бриллианты на столе. Вот бриллианты на полу. Вот бриллианты в воздухе. Вот бриллианты на ладошке. Вот побольше бриллиантов на ладошке. Вот Стас гладит огромный бриллиант. А вот апогейт бриллианты в лихорадке. Покажите, пожалуйста. Странная женщина не любовь. Блеванула бриллиантами. Просто слишком богатно. Стас, честно, я восхищен. Есть еще фрагмент из клипа Стаса. Покажите, пожалуйста. Ну, казалось бы, да, ничего необычного. Стас куда-то просто летит на своем частном огромном гигантском рейсовом самолете. Но обратите внимание, самолет взлетает с двумя двигателями, а летит уже с четырьмя. Стас настолько крутой, что он за время полета улучшил самолет. Я знаю, что можно поднять класс с экономы на бизнес, но чтобы поднять класс самолета, только Стас Михайлов такое может. Но, если честно, у Стаса есть простые клипы, обычные клипы без роскоши, надо сказать. Вот самый простой клип, который Стас снял на Марсе. Зацените, да? Выжженная земля, радиоактивная пустыня, красивый клип. Самое главное, что выжили двое. Стас и его барбер. Стас, у тебя есть клипы, на самом деле, крутые, сюжетные клипы. И там очень классные сюжеты. Сейчас хочу показать клип, где Стасу снится сон. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, Стас засыпает, и дальше ему снится сон, где он на своем богатом ранчо кормит лошадей. Вот он какой-то женщине сжет ноги на фоне Форда. Вот он приехал на Роллс-Ройсе к своему самолету. Вот он поет в сейфе, где хранятся сейфы, в которых все богатства Стаса Михайлова. И в конце клипа Стас просыпается, покажите, и выясняется, что он все равно богатый. То есть ему снилось, что он богатый, он проснулся, и он богатый. Стас не в курсе, когда он спит вообще. Мне кажется, Стас такой богатый, что мы не понимаем, может, мы все во сне у него сейчас сидим здесь. Может, этого нет. Но, честно, круче твоих клипов могут быть только комментарии к твоим клипам. Я просто сделал вот первый скрин экрана, и вот покажите, пожалуйста, просто мед. Дай вам бог здоровья, Стас. Пусть хранит вас Господь. Пусть благословит тебя Господь. Стас, ты лучше. Я когда читал, я чуть-чуть даже в церковь сходил. И это не помешает. Я планирую сына, когда он будет плохо себя вести, водить в комментарии к Стасу. А если честно, кроме всех вот этих вот веселух и приколов, Стас, спасибо тебе огромное, что ты пришел сюда. Спасибо большое, что ты с такой иронией относишься к себе, что целый вечер посвящен тебе. И мы долго думали, что подарить человеку, у которого есть все. Самое дорогое, что у нас есть, это Камеди Клаб. Забирай! Этот вечер твой. Мы дарим его тебе, Венефис Стаса Михайла. С наступающим 55-летием! Папа, ты где? Тебе в рифму ответить. Я тебе сейчас отвечу. Семья Ткачевых вызывает... Симпатию, уважение, понимание, сочувствие, доверие, умиление и восхищение. Ну как я? Фидель Карстру, ё-моё. А комедия с ними вызывает лютый, истерический и сумасшедший смех. Ты что, пилинг сделал? Я в шоке. Как вообще это терпеть? Ну вот еще депиляцию не пробовал. Серьезно? Ткачевы на связи. С 10 июня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать колокольчик. Не пропускай выход любимого шоу. Субтитры сделал DimaTorzok